Лопаты туда, лопаты сюда. За одну экспедицию они переворачивают тонны грунта. Некоторые их даже учеными не считают. Скорее, землекопами. Дмитрий Кубанкин уверен, археологами не рождаются. По крайней мере, он точно им стал. И даже не тогда, когда учился в университете, а гораздо позже, когда начал раскапывать свою трою. Золотордынский город Укек. Конечно, я себя шлиманом не считаю, и Укек не трое. Но для меня это то, что есть, наверное, самое лучшее и самое интересное. Это мой Укек. И трое мне не нужно. Их рабочий день начинается в 8 утра, и даже палящее солнце не помеха. Они перекапывают, просеивают и уходят под землю. И все ради того, чтобы в груди земли найти осколки прошлого. О, керамика! Иногда встречаются находки и покрупнее. В этот раз, впервые за почти 10 лет работы, удалось найти целый скелет. Собака Вещево Олега. Они работают на солнце, копаются в грязи и живут в полевых условиях. Никаких удобств. Пыль и пот отмывают в ближайшей колонке. Иногда и такого душа у археологов нет. Для самого ценного – самая красивая коробка. Из расцет какого-то дома – осколки керамической посуды, стеклянные бусы и множество средневековых монет – серебряных и медных. Самая уникальная находка – ангон, фигурка духа. Но чаще всего из земли достают кости и керамику. Люба и Наташа – волонтеры. Одна – географ, другая – учатся в экономическом университете. Но на этот месяц они – королевы камеральни. Так называется хранилище артефактов. Прикоснуться к истории. Самое главное, наверное, это. И увидеть быт жизни людей. В частности, 13 века. Нет, это очень интересно. Там включается азарт после первой находки. Да, особенно кто на аэроскопе работает. На ассити, когда сеешь, уже целенаправленно ищешь монеты или бусины, что ты стараешься ничего не упустить. Работа работой и только обед по расписанию. После него у археологов, как у испанцев, два часа сиесты. А потом снова лопаты, кисти, грязь, жара. И все ради того, чтобы когда-нибудь раскрыть все тайны одного из крупнейших городов Золотой Орды – древнего Укека. Анна Головчинская, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.